Хуань Цушибая, Китай. Создание противоспутникового оружия. Проявление индийского национализма. Хуань Цушибая, Китай. 29 марта 2019 года. В среду Индия объявила о проведении испытаний противоспутникового оружия. Низкоорбитальный спутник был сбит управляемой ракетой на высоте 300 километров. В телевизионном обращении премьер-министр Индии Нарендра Мади с гордостью объявил, что Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, овладевшей данными технологиями, и назвал Индию космической сверхдержавой. Несмотря на заявление оппозиции, что подобные действия вряд ли помогут правящей народной партии на предстоящих выборах, во многих индийских СМИ новость об успешных испытаниях противоспутникового оружия была воспринята с воодушевлением, как способ противодействия силам Китая в космосе и устрашения Пакистана. В 2007 году Китай провел первые противоспутниковые испытания, чем вызвал бурное негодование со стороны США и других стран Запада. Однако подобные манеры, проведенные индийской стороной, Запад рассматривал, как противостояние Индии и Китая и не высказал никакой критики. Американские чиновники без какого-либо осуждения обратили внимание на обломки спутников в индийской лаборатории. В этом явно проявляются двойные стандарты США и других стран Запада. В 2007 году Китай уже стал третьей экономикой в мире. Современная Индия тоже развивается быстрыми темпами, но совокупный объем экономики составляет всего 1-5 китайской. Развитие происходит неравномерно, отстает обрабатывающая промышленность и инфраструктура. Страна еще даже не начинала решать вопрос разрыва между бедными и богатыми. Поэтому на Западе не успела сформироваться теория индийской угрозы. Эту страну больше воспринимают как средство борьбы с Китаем. Отчасти мы можем понять резкие националистические настроения в Индии, направленные против Китая. Индия далеко до США, она может ориентироваться только на Китай. Еще несколько десятилетий индийская мечта будет представлять собой погоню за китайской мечтой. Есть в индийском национализме и то, чего нам стоит остерегаться. Любые военные достижения кажутся жителям Индии средствами устрашения Китая и Пакистана. Нарастающая мощь страны, по их мнению, должна быть использована против этих двух стран. Это наивная, но опасная точка зрения. Индия еще долго будет отставать от Китая в военном плане и по показателям совокупной мощи. Индия должна осознать это и сделать основой политики в отношении Китая. Китай не опасается нарастающей военной мощи Индии, так как она все равно не сможет догнать его. Индия понимает, что если она использует свои силы, которыми та гордится, против Китая, то окажется не в состоянии противостоять ответным действиям. В связи с этим Китай надеется, что Индия способна мыслить рационально. Своими ограниченными действиями Индия не сможет запугать Китай. Пакистан, вопреки представлениям некоторых жителей Индии, также не будет сильно напуган. Было бы лучше, если индийская общественность имела верное представление об этом и не принимала поспешных решений. Западные СМИ превозносят и дурачит Индию, но мы видим, что индийское правительство сохраняет стратегическую ясность и упорно ведет независимую внешнюю политику. Нам хочется верить, что индийский национализм, направленный против Китая, это всего лишь внутреннее противоречие, вызванное государственным строем. В процессе глобализации судьбы Индии и Китая претерпевают похожие изменения, их представления схожи друг с другом. Когда хорошо одно из них, хорошо всем. Когда страдает одна из них, страдают все, и это значительно больше, чем бесцельное стремление к следованию своим национальным интересам. Запад надеется, что в долгосрочной перспективе Индия и Китай истощат стратегические силы друг друга. Говоря о политике в отношении Индии, западная общественность невольно или намеренно упоминает о ее противостоянии с Китаем. Суть индийской тихоокеанской стратегии как раз и заключается в том, чтобы содействовать противостоянию Индии с Китаем, поэтому она в большей степени ассоциируется у Индии с опасениями, чем с пользой. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.